Я супералточная сволочь, которая думает только о деньгах. Ты был свадебным фотографом какое-то время. Я на какой-то свадьбе так ужрался ананасами и упился водкой. Сорян, сорян, сорян. Ты заранее пять раз извинился? Ну, вновь вообще как бы. Почему ты отозвался на предложение Навального? Я как бы крышую всю эту историю. Все наше говно, все вот там вот. Вот у них там маска красавица. Я считаю, что надо вернуть монархию, короновать, объявить там, не знаю, вторую галактическую империю и вперед. Привет, друзья! Это Forbes Дайджест. И у нас, наконец-то, выездное интервью. Первое после карантина. Мы приехали в гости к самому богатому блогеру России. Вилса Кому. В этом году Forbes оценил его доход в 3 миллиона 600 тысяч долларов. Известная история. Он был уволен из правительства Москвы и начал заниматься тем, чем действительно хотел. Видеоблогингом. В 2011 году это решение казалось безумным. Поговорим с ним сегодня об этом. Валентин, здравствуйте. Добрый день. На ты? Конечно, на ты. На ты у нас сегодня самый богатый блогер России. В очередной раз. Да, в очередной раз. Который год. Сколько лет тебя уже называют самым богатым блогером России? Да, это как-то залипло на меня, вот это состояние. Действительно люди такие, ты самый богатый, в разных рейтингах. Ну, забавно. Я считаю, что это просто, знаешь, относительно новая история для Ютуба, потому что в какой-то момент люди поняли, что это бизнес, и здесь можно действительно зарабатывать деньги. В какой-то момент начали считать, что сколько кто заработал. Ну, и для нас это скорее такой просто медийный дополнительный актив. То есть люди говорят, что я самый богатый, и меня часто вспоминают именно в этом контексте. И это забавно. Просто дополнительное цитирование в интернете, окей. В этом году Forbes оценил твой доход в 3 миллиона 600 тысяч долларов. Насколько ты с этим согласен? Я такой классно много зарабатываю, приятно. Ну, не знаю, честно говоря. Тут сложно комментировать, потому что это все-таки, наверное, оценивается как доход-доход, а у нас большая часть, большая, наверное, даже часть денег уходит обратно в канал, в производство, во всякие идеи, потому что много ресурсов тратится на поездки, на покупку какого-то оборудования, на контент в целом. Это кажется со стороны, наверное, что я просто сижу и весело рассказываю про гаджеты. Но какие-то иногда бывают косты, которые прилетают внезапно. Например, я посмотрел в Инстаграме распаковку Huawei Mate X от Владимира Соловьева. Во-первых, это же страшно. Ага, надо, наверное. И ощущение, что его сломаешь. Я не знаю, как и боком он к нему прилетел. Видимо, кто-то из друзей привез. Твой ролл-модел, что ли? Нет, ну ты знаешь, который раскрывается. Не то, что мой ролл-модел. И я просто удивился, потому что он такой, типа, распаковщик, знаешь. Я такой, так, вот он на мою поляну прыгнул, надо его тоже добыть. Надо, значит, купить. А уже началась вся эта история с закрытием границ, а он продается только в Китае. Соответственно, я кинул клич, оказалось, что в России его кто-то привез за 450 тысяч рублей. Он сам по себе дорогой, но это прям три цены сверху. Я думаю, Соловьеву кимоно прилагается такое из Китая сразу. Чтобы ты сразу был упакован. И вот пришлось купить, понимаешь? И вот такие вещи, они происходят сразу. И на кадре кажется, что я просто сижу, типа, ну вот очередной китайский смартфон. А он такой фигак прилетел к нам задорого. Но инвестиция оправдалась, там около пяти миллионов просмотров сразу. И это, такие вещи очень радуют. Ты можешь рассказать о вашей структуре доходов? Вот сколько, что конкретно приносит, чтобы зритель понимал. Может даже с какими-то процентами, если у тебя не в голове есть. Слушай, я, кстати, популяризирую открытость в этом смысле. Я несколько раз снимал ролики, рассказывающие о том, сколько я зарабатываю, в каком формате. Потому что мне кажется, что это тоже будет и полезно, и интересно некоторым людям, кто рассматривает YouTube как платформу, на которой можно что-то зарабатывать, делать бизнес и так далее. Конечно, меняются цифры, но структура остается примерно одинаковая. Для нас это основной источник YouTube всегда. Это вот канал и все, что касается рекламы на канале. У нас есть несколько форматов. Мы можем делать интеграции, эксклюзивные какие-то ролики для каких-то брендов. И как-то еще там продукт-плейсмент использовать и так далее. Но это все у нас описано в медиакитеф прайс-листе. Это доступно на сайте. Любой вообще зритель может зайти и посмотреть, какие цены сейчас стоят. Второй момент – это, конечно, все другие соцсети. Потому что кроме YouTube, конечно же, никто сейчас не живет одной платформой. Это Instagram, Telegram и даже Twitter и еще что-то. Там тоже продается реклама. Это достаточно прилично. Еще приятная, скажем так, свежая структура дохода – это уже я как медийное лицо. Я могу где-то участвовать в каком-то мероприятии. Меня куда-то зовут, просят что-то сделать, выступить, рассказать и так далее. За это тоже платят деньги. И четвертое – это, наверное, уже монетизация YouTube и какие-то совершенно странные вещи, которые периодически прилетают. Например, сейчас тоже стала популярной новая для нас статья «Покупка прав». Бренд хочет не просто разместить ролик, но и, допустим, дальше его продвигать через свои соцсети. Тогда продаются права на какой-то срок для того, чтобы они могли это делать. А это серьезные деньги у таких крупных брендов? Да, это большие деньги. И именно потому, что это достаточно большие деньги в целом по рынку. Когда ко мне обращаются, значит, сколько стоит права на полгода? Я такой, что? А права на полгода, непонятно, как это оценить. Потому что для меня ничего не стоит, берите. Но умные люди подсказали, что не надо давать бесплатно. Это обычно дискуссионный вопрос, но несколько раз такие вещи случаются. И, как правило, это хорошие деньги, которые просто вот так вот. Ты вроде как и сделал контент, и при этом они сами что-то там делают. Это то, что ты в 2019-2020 году стал делать, да? Это свежая история, да. Это достаточно новый тренд. Но здесь, наверное, это связано с тем, что большие бренды увидели вообще в YouTube потенциал. Потому что, несмотря на то, что мы зарабатываем на YouTube достаточно давно, и очевидно, что здесь можно делать деньги, реально бизнес-бизнес обратился к YouTube несколько лет назад. Это вот действительно большие компании с бюджетами конкретно под YouTube, с запросами, с стратегией, с маркетинговой компанией, когда они понимают, что они хотят получить на выходе, какой у них должен быть результат и так далее. Ну и, конечно, мы со своей стороны тоже большую экспертизу здесь подключаем, потому что мы уже можем с брендом работать на разных ощущениях, потому что я, например, могу сразу от вводных понять, что конкретно они хотят. Иногда это, например, маркетинг-компания под результат. Они хотят, чтобы было, не знаю, какое-то действие совершено, клик на сайт. Или они хотят, чтобы человек пошел и купил, или пошел и что-то сделал. Иногда это просто пиар-активность. Они хотят, чтобы это было рассказано максимально большому количеству людей. Это составная часть какой-то большой компанией. В общем, разные подходы требуют разных решений. И как раз наш опыт позволяет здесь очень органично все это вписать. Давай зафиксируем. Получается, процентов 40 это YouTube, да? Не, наверное, в общей логике это процентов 60-70. 60-70 YouTube. Остальные форматы, которые я перечисляю, они, конечно, тоже есть, но они не такие большие. То есть их много, они требуют затрат, ресурсов. Это кажется, что нужно сделать просто фото в Инстаграм. Вот у нас вышел пост фейри. Я считаю, что это великое достижение. Работать с Procter & Gamble в целом это очень круто. Ну, понятно. Да, то есть это очень сложный в структурном понимании бренд, где очень много согласований. Казалось бы, ты берешь фейри, ты моешь тарелку, вау, фотка. Нет, сложности. То есть есть определенные требования и разные подходы. И вот когда ты такие вещи делаешь, ну, это круто. Но главная ключевая особенность в том, что мы работаем только с теми, с кем, как сказать, у нас есть связь разного рода. Я сам этим пользуюсь. Я люблю этот продукт. Я попользовался, мне понравилось. Разные концепты. Но если я попробовал и мне не понравилось, мы, как правило, отказываем. Даже не как правило, а я не помню ни одного случая, чтобы мы согласились вопреки. И, как ты понимаешь, огромное количество китайских брендов идет с подобными предложениями. Нам присылают товары, мы их смотрим. И оказывается, что нельзя ни за какие деньги говорить то, что они просят. От какой суммы максимально ты смог отказаться? Ну, это несколько миллионов рублей. Много. Самый, наверное, такой мощный кейс – это Айкос, который очень активно хотел с нами сотрудничать, со мной, в принципе. Причем, я говорю, ребята, я, если бы курил, мы бы с вами были вообще лучшие друзья. Вот просто вообще. Я бы жил в счастье и мы рекламировали. Потому что у меня нет здесь противоречия. Если я сам этим пользуюсь, я понимаю, что курение вредит здоровью. И я бы об этом говорил. Но я курю, и почему нет? Как, например, я, не знаю, люблю казино, азартные игры и делаю ставки на спорт. Поэтому мне окей рекламировать легального букмекера. Ты не рекламируешь букмекера? Мы рекламировали в Инстаграме. И когда был чемпионат мира в России, мы, соответственно, тоже рекламировали. Фонбет – вообще спонсор сборной России. И париматч сейчас тоже легальный букмекер. Это не развод все? Каперы? Нет, каперы – это развод однозначно. И тема немножко скользкая. Потому что вокруг нее очень много мошенников. И люди уже негативно в целом воспринимают. Но легальный букмекер – это что? Ты регистрируешься в приложении, и дальше ты должен верифицироваться через госуслуги, например. То есть ты проходишь официальную регистрацию, верификацию. Либо идешь к ним в офис с паспортом. То есть это 18+, это без вот этих всех странных манипуляций. Но именно отвечая на твой вопрос, у нас была условно продана одна история для париматча. А чтобы подвести аудиторию к пониманию, почему я это делаю, я записал еще пять до. И объяснял, что, ребята, играть можно только в удовольствие. Не расценивайте это как возможность заработка. Не надо ставить последние деньги. Не надо отыгрывать. Ты заранее пять раз извинился? Ну, я не то чтобы извинился, я просто свою позицию объяснил. И ты знаешь, на самом деле негатива не было. То есть у народа такой, ну, типа, прощаем. Я считаю, что если ты честно говоришь с аудиторией, объясняешь им, почему ты делаешь, то не должно быть негатива. А тонкая грань, вот, объясни для тех, кто совсем не понимает, почему кто-то здесь нечестно зарабатывает эти каперы, кто-то более-менее. В чем там разница? Каперы предлагают тебе варианты вроде как стопроцентных заходов. Вроде они обладают аналитикой, инсайдерской информацией, договорные матчи. И мысль такая, что, типа, заплати мне пять тысяч рублей, я поставлю куда надо и отдам тебе пятнадцать. Потом проход девяносто девять и восемь процента. И ты даешь людям пять тысяч рублей, они, соответственно, тебе пишут потом в чат, сорян, ну вот ты попал вообще, черный день, сегодня что-то вообще не завезло, сорян, сорян, сорян. Мы тебе готовы, еще пять зашли, мы тебе там супер вообще сделаем. Потом тебя просто блокируют, пока. И, понимаешь, сумма пять тысяч рублей, она не настолько большая, чтобы ты пошел в полицию. Поэтому не обращаются в органы, как правило, это все сходит на нет. И второй момент, в основном это очень молодая аудитория, прям вообще дети, когда им 13-14 лет, они не могут легально играть, соответственно, на ставках, потому что 18+. И второй момент, обычно эти каперы сотрудничают с букмекерской компанией именно на проигрыш. То есть они говорят, иди поставь туда, а букмекер ему по реферальной всей этой программе возвращает деньги от проигрыша. То есть он ставит 10 тысяч, букмекер себе забирает условно 4, а 6 он возвращает туда. То есть это очень сложный механизм. И многие блогеры, к моему великому сожалению, вляпались во все эти неприятные вещи. Но тут соблазн велик, потому что это миллионы рублей в день. Это прям огромные схемы, это были прям, значит, такая сеть этих телеграм-каналов, каперов и так далее. Трафик нагоняется через гивы в инстаграме. Мы разыгрываем машину, мы разыгрываем тра-та-та, дети, вау, типа мы по 5 тысяч в день раздаем всем, подпишись, получи десятку. И вот это все крутится, вертится, и полный трэш. Вот это кто? Ой, это сейчас у нас почти ролик на миллион просмотров. Разбил айфон на интервью форекс. Немножко случилось. Быстро выкладываем до монтажа. Целый? Слушай, он уже разбился, и на самом деле я, конечно, стал менее ответственно относиться к устройствам с годами. Раньше я прям переживал за каждую царапинку, сейчас уже. Ну, объективно, их много, поэтому я не сильно страдаю. Так что тонкая грань, и у каждого она своя, что рекламировать. Кто-то совершенно спокойно рекламирует и букмекеров, и даже каперов, кто-то просто тотальный развод, типа пирамид какой-нибудь. Ну, это очень плохо. Я считаю, что это очень плохо. Ну, например, смотри, сейчас очень важная тема, например, были поправки в Конституцию, вся вот эта политическая повестка. Очень многих блогеров привлекли. Причем рекламируется обычно... Даже гном-гномоча. Твой сын хочет нести поправки в Конституцию? Давай проголосуем на семейном совете. Ну, гном-гномоча вообще как бы... У меня, например, нету негатива к человеку, если он всю жизнь топил, например, за там действующую власть, за какие-то вот эти процессы. И он органично в этом смысле смотрится. Но если человек, лайфстайл-блогер, или снимает какую-то полную дичь в ТикТок, и тут внезапно такой, вау, чуваки, идите голосуйте, ну, это, конечно, странно. Вот в этот раз нам не предлагали. Даже обидно. А предыдущие разы и предлагали. То есть, достаточно активно. Это такой сложный процесс. Это не письмо на почту, типа, рекламируйте поправку, мы вам деньги на карту скинем. Все это сложное. Встреча с человеком в кофемании. Нет, это прям встречи в высоких кабинетах. То есть, это достаточно... Ну, слушай, они, эти люди, они тоже все понимают, и все действует достаточно открыто, и у них все понятно. Сейчас я хочу обратить внимание, сколько в офисе у Вилсакома надписей ФСБ. ФСБ, это да, это тайные знаки. А главная реликвия здесь, это, конечно же, вот эта вот органическая водка. Это ваша первая кнопка, да, собственно? Ну, главное за миллион, да. Первая, это вот, знаешь, за 100 тысяч там дают такие маленькие кнопочки. Это олдскульная, она такая прямо... Таких мало у кого есть, вот в чем ее кайф. Сейчас они по-другому выглядят. По-другому, и это из тех времен, когда миллион это был прямо достижение. Сейчас, знаешь как, если у тебя миллион подписчиков на ютубе, в российском, то ты даже не в топ-500. То есть, более 500 каналов имеют миллион и больше подписчиков. Миллион семьсот, ты последний. Ну, типа того. То есть, сегодня не вообще какое достижение миллион. Десять, наверное, следующее красивое. Вот ждем эту вот красивую кнопку. Куда мы пришли? Что это такое? Это офис? Это наша студия, да. У нас уже второй год. И это пространство, которое мы полностью делали под себя. Здесь не было ничего. Классический офис с коридорной планировкой, с Armstrong потолками. Вот это все. Все снесли, все разобрали, отцепить кастрюли замечательные кирпичные стены. Сделали типа лофт. Это, конечно, не совсем лофт, но попытались вот так вот, чтобы было органично, симпатично. И поскольку на работе ты проводишь огромное количество времени, хотелось, чтобы здесь было просто комфортно находиться. То есть это такое вот помещение, где можно и просто посидеть удобно, и поработать, и так далее. В прошлогоднем интервью было написано, что самая дорогая рекламная интеграция с Вилсакома это полтора миллиона рублей, если непосредственно ты участвуешь в ролике. Другие ведущие 600 тысяч рублей. Сейчас, я думаю, мне так кажется, что самый жирный ваш контракт с Мегафоном, наверное, вот этот ваш совместный тариф. Расскажи поподробнее об этом, если можешь сказать, во сколько это раз больше прошлогоднего контракта. Ну, полтора миллиона, вот то, что ты говоришь, это разовая активность на канале с моим участием. Но это, что называется, выручка. То есть это цифра, которая к нам приходит. Дальше прилетают издержки на производство. И сюда же идет процент агенту, который занимается, с моей стороны, ведением контракта. Вот это, чтобы все сложилось, это некое продюсирование. Минус налоги, минус то, что 50-е. То есть, на самом деле, из полутора, конечно, долетает не все. Поэтому люди, когда видят вот эти цифры, знаешь, такие, вау, там 5 миллионов, 6. Оно все очень быстро сдувается. Это не то, чтобы прям остается копеечка, но цифра сильно уменьшается. И это базовое, скажем, такое значение. Потому что с большими клиентами, со старыми друзьями мы, конечно, работаем на разных условиях. Кому-то даются скидки за объем. Люди приходят и говорят, а мы хотим 5 сразу. И, конечно, когда тебе хотят сразу дать объем, ты идешь навстречу и хочешь дать скидку. А со старыми клиентами у нас вообще свои взаимодействия. То есть, по-разному работает. Есть люди приходят и говорят, мы хотим так, так и вот так. И мы говорим, ну это чуть-чуть дороже, потому что сложно. То есть, это разные подходы. В случае с Мегафоном здесь долгий процесс нашей стороны. Мы общались с ними, наверное, года два. Я предлагал эту историю. Я говорю, было бы классно попробовать. Ты сам вышел с этой историей. Да, мы общались с Мегафоном. Мы много раз с ними делали какие-то разовые активности. И каждый раз, когда мне доводилось встречаться, знаешь, там с вице-президентами или с какими-то уважаемыми людьми, я им как-то потихонечку эту мысль в голову вкладывал. Меняются команды, меняются люди. И когда в очередной раз в Мегафоне произошла какая-то вот эта перетряска состава, пришли люди, которые сказали, а давайте попробуем. С полутора миллионов в итоге сколько примерно остается вам на руки компании? Около 900 тысяч примерно. Здесь очень сложно сказать, потому что я тебе говорю, на самом деле всегда это очень индивидуально. Потому что и продюсерская сторона тоже отличается. У нас такой плавающий процент. То есть есть какая-то базовая ставка, но дальше зависит от сложности проекта. Иногда это условно два раза встретился или там письма отправил, а иногда это полгода сложной работы. И нужно сильно быть вовлеченным, чтобы это все сложилось. Поэтому я считаю, что все должны зарабатывать. И у меня как раз очень простая в этом смысле, скажем так, стратегия. Все ребята, кто здесь работает, они очень неплохо зарабатывают. И у них есть мотивация что-то делать. Они все сидят на вот этом вот ощущении сопричастности и результата. Ты поработал, ты заработал. Ты не работаешь. То есть у нас, например, вот есть ведущий, не хочется в месяц работать. Ну, я не тащу, пожалуйста. Просто ты туда не заработаешь. Но человек ощущает, что вот в этот месяц у него нет творческой энергии, какой-то креативы, ничего. Ничего не хочу делать. Бывает такое. У вас внутри они, получается, как ИП? Да, у нас все ИП. Мы все друг друга, значит, любим. Очень удобная схема, потому что, да, она позволяет упростить все вот эти организационные вопросы. Как бы это, может быть, не звучало грубо, сейчас для меня главным мотиватором является вот создание интересных рекламных проектов в том числе. Не то, чтобы я забыл об аудитории и превратился тотально в магазин на диване. Но с точки зрения Ютуба как площадки и как самореализации, я уже десятый год на этой истории еду. И, конечно, я уже попробовал практически все. И тяжело себя с этой точки зрения замотивировать делать еще что-то. А когда к тебе приходит Роскосмос и готов с тобой сотрудничать, и космонавты с МКС записывают ролик и говорят, мы теперь на канале Велсуком, давайте прикалываться, общаться и эксперименты делать. Вот это кейс. Но со стороны может показаться, что я супералочная сволочь, которая думает только о деньгах. Деньги – это важная составляющая, но она находится все время в стороне. То есть, изначально это крутой проект, классная идея, что-то неочевидное придумать, что-то новое, здоровское. И заработать, если это еще и зарабатывать, вообще отлично. Деньги. Они же цветы жизни. Нет, деньги надо любить. У нас почему-то считается в каком-то смысле немножко стыдным любить деньги, говорить о чем-то, что ты зарабатываешь. Слушай, меня пытаются при каком-то определенном раскладе подтащить под понятие мажора. Знаешь, типа, вот ты там машины свои показываешь. Буржуй, скорее, мне кажется. Ну, такое, знаешь, я говорю, ребята, я начинал с нуля, ничего не было, никто не помогал. Сейчас кровосток ставим здесь дорожкой. Да, я такой вот прям трушный пацан. Вы должны на меня смотреть, в моем понимании, и не агриться на то, что я такой, знаешь, на машине еду. А вот, 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 пожалуйста, никаких особых данных, ничего нет. То есть, ну, никаких особых вводных. Любой может точно так же сделать, пожалуйста, действуйте. Не обязательно в Ютубе, это может быть любая другая профессия. Просто делай то, что тебе нравится, и будешь получать результат. Какая у вас средняя зарплата в команде? Или такого нет? У вас вообще сколько людей здесь работает? У нас работает 10 человек. И средняя, ну, я не скажу, потому что есть, на самом деле, базовая ставка для многих. То есть, у нас есть какие-то вот цифры, которые человек получает, в любом случае. Но, в целом, конечно, основной интерес это вот в процентах и в сопричастности. Показало это себя очень хорошо. Потому что, знаешь, несмотря на оказание... Я не считаю, что это творчество. На самом деле, часто мне многие пишут, я вот там восхищаюсь, или просто я там, не знаю, наслаждаюсь вашим творчеством. Я такой, ну, это не совсем творчество. То ремесло уже такое. Ну, это, конечно, не в шахту пойти киркой махать, но это не творчество в чистом виде. То есть, это что-то такое вот смежное, гибридная какая-то форма странная. Но все равно это достаточно выжигающий процесс, потому что ты в любом случае тратишь много сил и реально перегораешь. Я за эти 10 лет видел, как сгорали многие ребята, которые очень быстро взлетали и очень быстро теряли себя. Начиналась вот эта вот, знаешь, звездная болезнь и все в кучу. И у них, конечно, это происходит тяжело. Здесь же у нас, ну, как сказать, народ вот на позитиве, потому что они видят результат, а я за это с них требую вот этот ненормированный рабочий график. Вот эта мысль. То есть, у нас действительно достаточно сложные процессы. Они не творческие, но вот организационные иногда бывают неочевидные, потому что что-то прилетело ночью, что-то надо сделать, какие-то процессы, завязки, там, Америка, не знаю, вышла новая версия какой-нибудь операционной системы, бета надо снять, надо рассказать, надо дальше. Тяжело. То есть, ребята все тяжело работают. У вас приложение, два YouTube-канала, и все здесь сидят в одном офисе. Да, в целом у нас не очень большая команда, все очень эффективно работают, потому что моя позиция, что не надо набирать большого количества людей. Лучше все будут на своих местах делать то, что нравится, то, что умеют, то, что получается. И мы в целом очень органично. Конечно, нам иногда бывает тяжеловато, потому что, ну, объективно. Иногда случаются затыки, иногда это типа почти каждый раз, но все равно это весело органично. У нас некое ощущение стартапа. Мы когда приглашали Олега Тинькова в студию, он носился еще по прошлой студии, вот так вот, значит, ураганом, он как раз говорит, ребята, сохраните вот это ощущение стартапа, все через одно место, это очень круто, это самые вообще счастливые времена. Когда это все обретает, знаешь, уже такой более... Бюрократическую форму. Да, то есть когда у тебя 25 человек отдел монтажа, все, мне кажется, это все умирает. У нас все вот на уровне руки, все в доступе, я очень думаю. Ты до сих пор сам монтируешь? Да, и мне часто говорят, Валя, типа, накажи монтажера, он там провафлился с кадром, еще что-то. Ну, так, это я сам монтирую. Сейчас я его уволю. Да, да, я монтирую сам, именно потому что я как раз хочу сохранить это ощущение стартапа в том числе. То есть, в принципе, мне давно уже ничего не мешало бы полностью отдать ребятам, и они меня постоянно ругают. Они говорят, Валя, зачем ты убил цвета? Зачем ты уничтожил картинку? Почему так плохо? Верни, как было. Я говорю, мне хочется, чтобы было, как я вот люблю, и я стараюсь держать, знаешь, уровень вот этой планки качества всегда на таком среднехреновом состоянии, потому что у меня есть четкое ощущение, Авторский почерк твой? И авторский почерк, и YouTube, он все-таки не про телевизионную картинку. Вот когда это слишком глянцево, мне кажется, оно как-то меньше доверия вызывает. Поэтому то, что у нас периодически что-то где-то отваливается, где-то постоянно что-то косячит, это тоже составляющие всего процесса. То есть, это специально делается. Иногда я даже специально, знаешь, как пасхальные яйца оставляю. Типа здесь у нас будет 25-й кадр в виде невырезанного куска, или тут еще что-то опускаем будет. Чаще, конечно, я просто протупил и не сделал, но иногда это делается специально. Но сценарий ты тоже сам пишешь, получается. Сценарий как таковых нет. Есть какая-то концепция, да. Мы обычно тезисно понимаем, что нужно. Обычно, если это студийная съемка здесь, это прям полный экспромт, вообще погнали сразу. Если это выездная съемка, например, про автомобиль и еще что-то, там, конечно, хочется чуть более ответственно подойти, потому что, ну, это время. Можно тоже снимать, типа, как пойдет. Но опыт показал, что там как раз лучше снимать, ну, более комплексно, чтобы все-таки сценарий, понимание, локации и так далее. Сколько у тебя времени уходит на монтаж? Ты уже 10 лет этим занимаешься. Я знаю, что это самое долгое в производстве видео – это монтаж. Да, к сожалению, ты быстро снял, весело все было. Потом в монтаже можно умереть на какое-то безумное количество часов. В принципе, монтаж, он, как ты понимаешь, бесконечен. Можно постоянно что-то вырезать, добавлять и так далее. Но наш средний ролик, минута монтируется, наверное, не знаю, ну, 10-минутный ролик монтируется часа 3-4, наверное, вот так. Это если студийный, классический, понятный. Который уже 10 лет делается. Который мы делаем давно, понятно, там, 3 камеры каких-нибудь. Все равно это не очень быстро. Это не быстро. Если это ролик выездной, то это дни. То есть это реально ребята сидят. Они в любом случае собирают черновой материал, потому что самое еще, знаешь, рутинное – это склеить. Ладно, ты наснимал на 3 камеры, у тебя есть какой-то вот этот набор футажа. Тебе нужно это все в какую-то колбасу собрать. Вот они этот сложный процесс реализуют. Дальше подключаюсь я, убиваю цвета, что-то там добавляю, то есть все, и готов ролик. То есть я в любом случае монтирую конечный. Покажи свой рабочий стол. Да. Тут вот условно чемодан, который стоит всегда на готове, не знаю. Это вот подписчик оставил под дверью, видишь, у меня там недавно был день рождения. Мне кажется, это очень милое поздравление. Вот оно в лучшем виде. Стол у меня какой есть. Это я его разобрал недавно. Творческий беспорядок. У всех монтажеров практически стоит адреналин раш на столе. Я не пью, это не мой. А это не твой? Да, это кто-то поставил. Шучу. Не, ну, это один из пороков, который я хочу в ближайшем будущем забороть. Это вот перестать употреблять все эти неприятные напитки, еду, заняться спортом и так далее. Реально ли в России отказаться от рекламных доходов, ну, или сократить их, да? При том, что наш зритель стоит дешевле, как я вот у тебя как раз в выпуске смотрел в 3,5 раза, чем американский. Да, реально ли сократить количество рекламы и отталкиваться от подписчиков, от платных подписок, как многие медиа делают? Или пока что это иллюзия? Ты знаешь, это работает, если ты все-таки такой человек-оркестр, и у тебя все расходы упираются условно в собственное «я». Тогда это вполне реально, как, например, делает условный бэд-комедиан, который практически не делает рекламу, если он сотрудничает на стороне где-то. Ну, вот, например, на канале, насколько я знаю, у него рекламы нет, хотя я думаю, что многие очень хотели бы туда попасть. И большую часть дохода он получает от донатов. То есть ему люди просто кидают респект в виде какого-то рубля за то, что он делает. Плюс, конечно, могинетизация, в принципе, с Ютуба. Я думаю, что если ты человек-оркестр, ну, плюс он привлекает каких-то друзей, все там работают на позитиве, то вполне можно. На позитиве это бесплатно ты имеешь? Ну, я думаю, да, это достаточно круто поработать с бэд-комедианом, там, что-то сделать, снять. Это можно себе как-то там в строчку резюме воткнуть. Ну, то есть какие-то такие вещи. Может быть, я просто не знаю, может быть, они как-то и там шарят в целом доход от контента, который они вместе создают по-разному. Но в любом случае такая возможность есть. Я знаю ресурс, бывший GamesTV, по-моему, потом он стал GeekTV или что-то такое. Они полностью закрылись пейволом. То есть они такие, у нас подписка стоит 40 рублей в месяц. И вот эта классическая история, это чашка кофе, это вообще недорого. Нет, русский человек не хочет платить за контент вообще. Он может тебе сколько угодно рассказывать, что он готов, что он будет. Вот реклама ему надоела, но не заплатите ни рубля. Поэтому нет. Я эту, кстати, модель в себе сломал прямо вот на старте. Как только начал делать ролики, я, конечно, как и все, смотрел пиратские фильмы, качал пиратские игры, слушал пиратскую музыку. Но тогда время было такое, по-другому никак. То есть на самом деле я бы, может, и рад пойти купить, но просто не было негде взять. То есть какие-то вещи можно было найти только в интернете. А как только ты начинаешь сам создавать контент, ты понимаешь, что это стоит ресурсов. Это и люди, и время, и все что угодно. Поэтому, конечно, в себе это надо пытаться искоренить. И как только ты начинаешь на самом деле платить за контент, ты структурируешь потребление. Раньше это, знаешь, как фастфуд такой медийный. Ты смотришь фильмы поперек любые, качаешь игры, ничего не проходишь, все бросаешь, оно вот так. Но ничего не стоит тебе на входе, и ты не ощущаешь ценности данного действия. Когда ты платишь, конечно, ты сразу такой выбираешь. Я буду посмотреть этот фильм, я буду играть в эту игру. И ты, скорее всего, ее там посмотришь, пройдешь и так далее. Поэтому это дисциплинирует, на мой взгляд. На самом деле, можно сколько угодно ныть. И я сам тоже периодически впадаю в эту меланхолию по поводу того, что YouTube что-то не то, просмотры там упали. Но по факту, на самом деле, ты можешь сколько угодно воевать с алгоритмами, пытаться там достучаться до людей. Правда одна, делай качественный продукт, классный, и он найдет своего зрителя, и 100% выстрелит. Может быть, не сразу, может быть, не обязательно сейчас. Вот, кстати, по поводу фильмов, хороший вышел недавно в русском прокате. Он старый сам по себе, по-моему, 16-го года. У нас появился только-только в дубляже «Основатель». Это история с созданием «Макдональдс». Да, и он, мне кажется, очень-очень позитивный. Потому что мужчина, каменвежер, 52 года, уже, казалось бы, знаешь, такой на закате жизни. Хопа, создает «Макдональдс». Это говорит о том, что никогда не поздно начинать, всегда можно что-то делать. Делай классно, получится хорошо. Как мне, кстати, в этом смысле, ну, в каком-то виде импонирует какой-нибудь Сарик Андреасян, знаешь, которого уже, ну, каждый просто ушатал в интернете. Его просто, он его все поливает. Да, и он иногда реагирует адекватно, иногда творит какую-то дичь. Я сам с ним не знаком, но у меня почему-то к нему негатива нет. Он такой, знаешь, он такой, типа, чуваки, ну, делаю как могу, жилы ко мне докопались. Но при этом он сейчас вроде какой-то новый фильм снимает, и вроде смотришь трейлер, он уже неплохой. То есть, возможно, ему нужно было создать 20 хреновых фильмов, чтобы в какой-то момент набить руку и выйти куда-то. А может, он так и как Увибол какой-нибудь закончит со своими этими адскими фильмами. В феврале, буквально до самого пика пандемии, до карантина в России, ты снял ролик о том, вот как раз сколько ты зарабатываешь, очень подробно все объяснил, показал даже отчетность. И там было 40 тысяч долларов за февраль, и плюс 3 миллиона каких-то сторонних еще доходов вы заработали компанией. Что случилось вот в этот момент? Мы, наверное, взяли около сотни интервью о том, как у всех бизнесменов все плохо, у кого-то было хорошо. Что произошло с вами, с форсами контента? Ты знаешь, мы меньше многих пострадали, это правда. То есть, все, что находится в интернете, оно, конечно же, не так сильно подвержено последствиям всей этой истории с самоизоляцией, закрытием предприятий и так далее. Мы продолжили делать контент, но два момента. Во-первых, конечно, YouTube как платформа снизил стоимость рекламы, потому что формирование там аукционное, чем больше предложения, тем выше стоимость. Соответственно, они просто опустили планку. Я как автор стал зарабатывать чуть меньше именно с партнерской программы. Второй момент – это, наверное, в целом ощущение людей, потому что, знаешь, когда все как-то не очень, и вокруг творится какая-то прям уже, ну, прям какой-то фильм, как вот этот был замечательный, «Заражение», или как он назывался, который сразу взлетел в чартах, и все стали смотреть, типа, вот оно же и происходит. Предсказали. Да, то есть оно прям вот-вот, что. Ни до телефонов, ни до всех этих историй. То есть ощущение, что людям просто в какой-то момент это перестало быть нужным. Если раньше ты в обычном ритме жизни смотришь канал, интересуешься какими-то темами, ну, просто забиваешь, скажем так, время, там, кто-то это делал. У нас, кстати, как оказалось, очень большое количество людей смотрело контент, например, в метро, в поездку. По дороге куда-то. По дороге, да. Это все говорят, и музыканты, и все говорят. Вот эта модель исключилась. Соответственно, конечно же, просели просмотры, конечно же, все это начало немножко падать. Ушли какие-то бренды, которые физически присутствуют в нашем мире. Это какой-то ритейл, который закрылся, им не нужна реклама. Но при этом, как это часто бывает, у кого-то пусто, у кого-то густо, соответственно, онлайн кинотеатры, всякие сервисы доставки, они все сейчас очень сильно растут, им всем нужна реклама, они все развиваются. Вот они к нам активно пришли, поэтому с точки зрения объемов мы даже, наверное, подросли с количества именно интеграций. Просмотры в месяц. Не-не, просмотры, они у нас, кстати, просмотры, как это ни странно, у нас в среднем держатся на плато уже который год. Это в районе 30 миллионов в месяц. Это плюс-минус миллион в день. Вот хоть ты треснешь. Иногда больше, иногда бывает меньше, когда, например, январь, там вообще все типа падает, 25. Но в целом оно вот так вот плавает. Сейчас будет сентябрь, новые айфоны, октябрь, то-се, там будет 60-70 вверх. Но мысль такая, что аудитория конечная. Вот хоть ты треснешь. То есть вот мы сейчас находимся на отметке 9 с чем-то миллионов. Я думаю, что мы со скрипом доползем до 10, и дальше просто нет людей, которым это было бы интересно. В России там 150 миллионов, вот из них 10. Те, кто готовы на все это как-то там подписываться, смотреть. Надо переходить на индийский язык, на китайский. Мне, кстати, предлагали в Америку, и вот это все нет смысла никакого. Это либо, знаешь, форсинг «Hello, my name is Valentin», чтобы ты, значит, таким вот акцентом, такой, значит, «Маза-Раша». Таких, кстати, есть. Их достаточно много. Есть и «Crazy Russian Hacker», который сам из какого-то Мичигана и просто по приколу пародирует русский акцент. What's up, everybody? Welcome back to my laboratory or swimming pool. Whoa, look at that. It is a bit windy right now, so we got all that smoke going away. Называется, типа, русским и, значит, зарабатывает на этом какие-то просмотры. Есть и в «Пэйс Раша», который рассказывает про оружие, сейчас, по-моему, уже нет. Он тоже нифига не «Раша» и вообще никого отношения не имеет. Они все, знаешь, тоже искать «Миннесоты», там, чувак. Он просто выкупил, что это может быть интересным. Ну, то есть, в основном на Запад едет вот эта китчевая Россия, она мне не близка, я считаю, что это неправильно. А хорошо сделать я не смогу, потому что там высокая конкуренция. Ну, то есть, если на нашем рынке я могу предложить что-то классное, потому что я понимаю менталитет, то туда, если я зайду, это, скорее всего, будет провал. Поэтому я даже не пытаюсь. Какая сейчас здесь структура владения? Ты стопроцентный владелец или… Да, да. Ну, структура владения, знаешь, у меня пароль от канала, типа, вот он владелец. Но… А он только у тебя есть? Да, пароль только у меня. Да, и ребята имеют доступ ограниченный к каналу. То есть, не может быть такого, что кто-то, вот, ты уволишь кого-то, он обозлится… А он захватит канал. И ночью все твои видео удалит. Нет, во-первых, нет. Во-вторых, у нас там двуфакторная верификация, аутентификация, всякие штуки, да. Нет, это важно, кстати, кроме шуток. Да, у нас вот такое вот ощущение, что я, как бы, крышую всю эту историю. Но, понимаешь, и вся ответственность на мне. С одной стороны, конечно, я, как условный владелец, получаю больше и так далее. Но и любой косяк, любая какая-то оплошность, все летит в меня. Поэтому я, как, знаешь, такой волнорез и вот этот, как на носу корабля раньше, значит, женщину вот таких рисовали, вот здесь из дерева делали. Вот я такая же штука. Вся вода, все летит в меня. Самый свой прибыльный месяц ты можешь вспомнить? Ой, ну, слушай, исторически это, наверное, декабрь. Потому что в декабре всем нужно все. Горят бюджеты. Обычно это, ну, я думаю, что это не только в России, это в целом индустрии. Нужно потратить все, что не успели потратить до. Это, знаешь, ужимаемся, экономим весь год, но в конце надо бюджет реализовать, чтобы получить новый. Соответственно, уже совершенно фантастические люди залетают с какими-то адскими идеями. Причем иногда бывает как, я говорю, слушайте, ну, мы просто физически не можем, потому что в декабре 30 дней, там, 31. Ну, я не могу разорваться. А их там 50. И мы, знаешь, что, начинаем увеличивать цены, мы начинаем выкладывать по два ролика в день. То есть там начинается... В декабре абсолютно. Он все обнуляет. То есть начинается январь, обнуление, поехали дальше. Но народ немножко воет в этот момент. В декабре все такие, Валя, ну ты что? Я говорю, ну, а что, ну, как бы, ну, что? Что я могу сделать? Сколько вот твой рабочий день длится? Серьезно? Серьезно, вообще, то есть... Двенадцать часов, тринадцать часов. Вообще, вот как... Ну, его нет как такового. То есть это какой-то бесконечный процесс. Поэтому нет такого, что вот давай. Поэтому я тебе не могу сказать. Он не начинается и не заканчивается. То есть это... Я могу работать из машины, из дома, и отсюда, оттуда, и откуда угодно. Поэтому это постоянно, постоянно, постоянно. И в этом и радость, и горе однозначно. Потому что, с одной стороны, ты вроде как и ни минуты не работаешь. А с другой стороны, у тебя и свободного времени такого вот откровенного нет. Я вспоминаю те времена, знаешь, когда ты в пятницу уходишь в пять, потому что короткий день. Кайф. Ты вырвался, все, свобода. У меня такого нет. Я постоянно должен быть что-то где-то. Вы здесь ночуете? Вы здесь живете? И вот единственное, что мы здесь не ночуем, я пару раз, у нас есть массажное кресло классное, я пару раз в нем засыпал. Ты знаешь, вечером такой сел, расслабиться, хоп, просыпаешься, 4 часа ночи, блин, уже нет смысла никакого ехать. Но здесь нет ни постельного белья, ничего. То есть мы все-таки, ну, разделяем. То есть есть офис, есть дом. Несмотря на то, что здесь, в принципе, диван раскладывается, можно идеально спать, и душ, и что хочешь. Но должна быть какая-то граница. Пойдем дальше. Пинбол замечательный, который мне подарили на день рождения. Это очень похоже на реквизиторские какие-то цеха в Останкино где-то. То есть, в принципе, мы можем обеспечить многие всякие съемки всяким хламом. Вот кусок двигателя, пожалуйста, туда же его. Да, оно все вот такое, и оно в какой-то момент было весело. Сейчас, конечно, потяжелее, но оно все нужно. А что за история с тем, что ты продавал краденый софт Nokia? Ой, это не совсем такая история. Это... Это когда было, во-первых? Это на заре... Нет, это еще, наверное, студентом я занимался. То есть я всегда очень сильно интересовался этой темой. То есть у меня были вот эти телефоны, я любил. До того, как я пошел писать журналы, до того, как я начал писать там на сайт, я сидел и, знаешь, вот тут карпел. А тогда развивался так называемый вап-интернет. Это такой бэйби-интернет, очень простенький в виде прям совсем каких-то базовых вещей. Ну, потому что сети были дохлые, ничего, картиночку загрузить, это было прямо событие. Поэтому это были вап-истории. И тогда появилась Nokia так называемая Series 40. Это платформа, на которой можно было запускать Ява приложение. Игры всякие. Игры были простенькие и приложеньки простенькие. И, значит, русский разработчик сделал приложение «Карту метро». Это было очень круто. То есть ты на телефоне мог быстренько сориентироваться. Ну, оно делает примерно то, что и сейчас. То есть ты говоришь, я хочу доехать с парка культуры до, там, не знаю, какой-нибудь там ВДНХ. Это какой год? Фу, в 2002-2003. То есть это вот давно совсем. И я купил это приложение. А, ну, защиты нет никакой. Ну, то есть ты его купил, вот он тебе приложенько. Я сделал свой вап-сайт, засунул туда и такой, пацаны, я, значит, Д'Артаньян. Забирайте бесплатно. Со мной там через неделю связался разработчик, сказал, ты что, охренел? Я говорю, да. Он говорит, ну, типа, надо так делать. Я говорю, ладно. Так ты себе заработал что-то или нет? Нет, я бесплатно его отдал. То есть я вот, типа, я, ну, я, как бы, я понял, что не у всех есть. А он так хорошо просил по тем временам, я боюсь соврать, ну, типа, знаешь, там, рублей 200, наверное. В те времена это прямо много. И я купил и думаю, я буду отдать. Ну, я рассматривал это как популяризацию собственного вап-сайта. Типа народ будет качать приложения и в том числе читать мои какие-нибудь тексты. Ну, я не помню, что я туда напихал. Но это был вап-сайт, вап-сайт. Это твоя первая была попытка в бизнесе? Да это даже не бизнес, видишь, то есть я... Но она провалилась. Она провалилась, да. Но первая или нет? Ну, первая, я, знаешь, я там в школе торговал линейками какими-нибудь. Вот такой бизнес был. У меня просто папа работал тогда в канцелярском бизнесе. И у нас дома было просто много всяких, знаешь, там, циркулей какой-то фигни. И я такой, в школу. Причем это еще, знаешь, там, это какие-нибудь 90-е, 2000-е. Ни хрена ничего нет, а у тебя какой-нибудь нарядный циркуль. И все такие, ни хрена какой циркуль. Он никому, в принципе, не нужен, но сам по себе. Или фломастер. Или фломастер. Перманентный маркер, которым можно писать на стене. Просто, да. И, соответственно, я их потихоньку там куда-то сплавлял. Ну, вот такая история. А как думаешь, это важно, вот это вот проба предпринимательства в таком раннем возрасте, чтобы потом начать и руководить таким крупным каналом, как у тебя? Ну, это, знаешь, это скорее такое. То есть очень быстро это закончилось. Я почему не помню, почему. Наверное, это было не очень выгодно. И мне папа сказал, что дурак, зачем ты это делаешь, например. Я не помню. Но мысль такая, что, конечно, нужно попробовать себя. Я, например, четко ощутил, что я не руководитель, например. Вообще. Я очень ведомый. Мне очень комфортно быть на второй, третьей роли. Я не хочу принимать решения. Брать на себя ответственность. Для меня тоже не... Ты про цифры сейчас говорил, да? Вообще про все. Я не хочу принимать решения. Я не хочу ни за что отвечать. Мне просто это не нравится. Вот я... Причем я понял это очень забавно через онлайн-игру. Была такая в моей, значит, юности, пока учился в институте. История Lineage 2. Значит, маму РПД. Великая линейка. Великая линейка, да. Я руководил кланом. Знаешь, вот эта история, что у меня был клан. Я, значит, клан-лидер, все фигу. И так было лениво со всеми этими людьми общаться. То есть я их набрал. Они такие, Валя, пойдем. Это никакая запрещенная в России организация, я руководил кланом? Нет. Нормальный клан. Сейчас таких тоже много. Сколько тебе было лет? Ну, это уже лет 19-20. Ну, слушай, я продавал там, знаешь, серьги по 150 долларов. Просто нормально жил. Можно было там сет брони слить за 300. Ну, такие вещи. Они реально... Человек, который меня покупал, я помню, в итоге я продавал свой аккаунт. С кучей какого-то барахла. Он его купил, по-моему, за полторы тысячи долларов. Ну, что-то такое. Это сумасшедшие деньги. Безумные. Мы встречались в Макдональдсе, потому что там был Wi-Fi. И он, значит, с ноутбуком, я ему передавал всю эту историю. Так он взял кредит потребительский. И он еще сидит, знаешь, такой говорит, я вот кредит взял. Ты как считаешь, норм? Я говорю, слушай, ну, если тебе это как бы доставляет удовольствие, конечно. А сам все думают, ты что делаешь, дурак? Ты капер какой-то настоящий просто. Нет, ну я как бы все нашел. Нет, на самом деле я ему слил, знаешь, я уже как бы... Я выходил из этого состояния. То есть я ему отдал уже, по сути, там за копейки. Потому что мне хотелось это скинуть, забыть и все. Потому что это в какой-то момент начал уже поглощать все свободное время. На что потратил те полторы тысячи долларов? Что-то купил прям, что-то прям куда-то ушло. Я помню, их разложил на столе, сфоткал. Потом как-то еще разложил, знаешь, как эти... Инстаграм еще не было, к сожалению. Да, к сожалению, нельзя было веером трясти в сторис перед камерой и говорить, обращайтесь. Но это прям такое состояние, прям, ну, прям, настоящие полторы тысячи и все. Ну, куда-то разлетелись, на самом деле. Я думаю, что слил в какую-то чушь, как обычно. Ты был свадебным фотографом какое-то время. Я педалировал эту историю, никогда не работал. Я просто, ну, смеялся с этой историей. Потому что люди... Я очень люблю сарказм, такой здоровый, и хорошую самоиронию. Понимаешь, я купил объектив Carl Zeiss 135. Здоровое такое стекло, со светосилой, по-моему, 1.8. Я говорю, ребята, буду фоткать архитектуру, панорамы снимать. И мне просто все комментарии. Как ты будешь снимать на 135 панорамы? Ты что, дурак? Ребята, ну, это очень простая какая-то конструкция. Почему вы не купаете? Если вы считаете, что вы разбираетесь в фотографии, ну, точно можно выкупить, что это смешно. Как, например, мы взяли Peugeot кроссовер. Я говорю, классный переднеприводный внедорожник. Сейчас приедем, значит, месить грязь. Да, свадебного фотографа у меня не было, но я снимал свадьбу. На видео? Для своих. Фото, видео, все. А, то есть ты такой гость, который с фотоаппаратом приходит. Да, тот самый, который с камерой приглашает, и давай, типа, полетел. Ну, слушай, круто, на самом деле, получалось. Я пересматривал буквально недавно свой ролик со свадьбой. Прямо я постарался. Истории из фильма «Горько» есть какие-нибудь? Да, я на какой-то свадьбе так ужрался ананасами и упился водкой, что просто лежал на столе вот так полумертвым. Ну, классическая вот эта вся история. Но не мое свадьбы. Вот наши, я по нашему... История, за которую все цепляются. Его уволили из правительства, и он стал видеоблогером. Да, да. Я читал, что ты работал в комитете, в одном из многочисленных комитетов мэрии Москвы, который играл роль фильтра между Юрием Лужковым и многочисленными просителями. Иосифом Ковзоном, Патриархом Алексием Вторым. Кто к нему только не ходил с разными инвест-проектами. Что это было? Что ты там делал? Это контрольный комитет города Москвы. Это суперкрутая структура. То есть, это реально было прям суперподразделение убийц. Потому что, когда ты мэр, особенно, вот, знаешь, на излете 90-х, там, 2000-е, Лужков очень долго занимал этот пост, и действительно появляются друзья. И к тебе ходит вот это вот огромное количество людей, которые с тобой уже, там, не первый год знакомы, и они что-то просят, кроме шуток. И иногда просят по делу, иногда не очень. И, видимо, в какой-то момент Лужкова это просто уже достала. И был создан контрольный комитет, знаешь, с аурой, что, черт его знает, откуда они все взялись. Это какие-то безумные люди, они все решают, идите к ним. А там тоже секретность просто тотальная. Там нельзя было выйти, там, в город на обед, потому что тебя там должен был сопровождать сотрудник. Там вот эти все... Ну, вначале прям был просто тотал. То есть, туда не дозвониться, не попасть, кто эти люди, никто не знает. Там только письмо. За возможность узнать, там, входящий номер письма, люди были готовы реально платить деньги. То есть, просто понять, что происходит. Я вот попал в эту ситуацию. Я находился в юридическом управлении. Я был тем самым юристом, каким-то специалистом, который отвечал на письма, в том числе. Там, знаешь, Алексей Второй пишет. И говорит, хочу вот там построить ТЦ классный. Православный. Да. Он говорит, у нас есть там земля, мы сейчас чик-чик-чик что-нибудь сделаем. Не, на самом деле, кроме шуток, у церкви достаточно много таких объектов в Москве. И они вот такие раз-раз-раз. И, соответственно, контрольный комитет занимался тем, что он как раз оценивал все вводные данные. Что там с охранным статусом? Памятник, не памятник. Потому что очень много перестраивали именно старых зданий под современное использование. По факту сносился нахрен дом старый и строилось что-то новое. Может быть, в лучшем случае с тем же фасадом плюс-минус. А по факту иногда и вообще просто на выбор. Что, в принципе, в городе делать нельзя. Поэтому вот эти все вещи контролировались. И, слушай, снова сыграло мое странное желание быть полезным людям. Контрольный комитет. Тотальная секретность. Никто ничего не знает. Я отвечаю на эти письма, а они все тупые, наглухо. То есть люди пишут, значит, там инвесторы, причем достаточно известные миллионеры, миллиардеры, крутые люди. Вообще бестолковые. Ну, прям вот супер. Именно, значит, в процессуальном смысле. Есть четкий закон, есть четкий, там, кодекс. Делай по букве вперед. Я стал собирать нормативную базу. Я такой, типа, закон такой-то для вот этого. Вот это для того-то. И я создал сайт. Значит, неофициальный сайт контрольного комитета. Правительство Москвы. Где, прям по пунктам написал, типа, вот чтобы вас не послали по формальному признаку, напишите письмо так, так и так. Конечно, это не понравилось людям из контрольного комитета, которые сказали, ты что, охренел? Тут как бы весь кайф в том, что никто ничего не понимает. Ты создал сайт и ничего не попилил? Во, я создал сайт. Я вообще ничего не пилил. Я, кстати, сидел на зарплате, очень грустно. Когда, знаешь, мои соседи по кабинетам уже ездят на Каен. Тогда Каен это был просто главный вообще элемент успеха. А я такой, знаешь, типа, альтруист, дурачок, типа, давайте. Ну, конечно, меня вызвали уважаемые люди, сказали, закрывай свой сайт, нахрен, ты что, охренел? А потом, видимо, под этот же формальный признак сказали, ну, типа, мы как-то теперь тебе не доверяем, ни хрена. Фиг его, значит, ты еще сделаешь. Поэтому давай-ка ты отчаиваешься. Какой-то он слишком инициативный. Типа, тут он сайт создал, завтра он что, начнет людям помогать? Не, пошел, нахрен. И вот так вот закончилась моя эра госслужбы. А почему тебя вообще привлекла идея идти в государственные структуры? Очень простая логика. Я как раз об этом тоже пытаюсь рассказывать молодым людям. Мои родители, бабушка, дедушка, все родственники говорили, что нужно быть юристом, экономистом. Выбираем. Ну, типа, это такая профессия, которая вроде как пристроена, ну, вроде ты бестолковый, но если ты юрист, то, охренеть. Ну, что ты заработаешь? Я пошел в институт, который, соответственно, специализировался на всех этих вещах. Он еще относился к правительству Москвы. Он сейчас существует, по-моему, называется университет управления правительством Москвы. А где было распределение после выпуска, ты мог пойти на госслужбу. Соответственно, у меня четкая связь. Меня прямо распределили на госслужбу. И я, соответственно, в какой-то момент вот работал там. Это абсолютно не мое. Я не хотел быть ни юристом, ни идти на госслужбу. И это прям ужасный опыт, который, ну, что-то, наверное, полезное мне дал в целом, как гуманитарию в целом. Ну, знаешь, такое ощущение, что ты вот, ну, чего-то там, какой-то опыт получил. Но в целом нет. А у тебя была там какая-то возможность поучаствовать в коррупционных каких-то делах? Ты знаешь, честно говоря, нет. Я вот тоже оцениваю. То есть, возможно, если бы предложили, тут очень сложно отказаться. Потому что, с одной стороны, велик соблазн. Ну, у меня зарплата была, знаешь, там, ведущий специалист 7 тысяч рублей. Это как сейчас 30, наверное. Ну, что-то очень мало. Я помню, что когда я пришел, а я до этого работал в журнале, я пришел на госслужбу, на работу после журнала и зарабатывал что-то там в несколько раз меньше. Я сижу такой, типа, чего? То есть, я вот тут 3 дня в неделю кое-как левой ногой делаю контент и зарабатываю больше, чем сижу там в этом кабинете. То есть, был немножко такой разрыв шаблона в этом смысле. Соответственно, потом я рос по карьерной лестнице. У меня даже есть какой-то чин, там, знаешь, статский советник третьего класса. Вот это все, действительно чин. За него там доплата. Ну, короче, в какой-то момент был денег нормально. Но, конечно... Что такое чин? Чин. Есть государственный чин. Они, как сказать, присваиваются. То есть, у каждого чиновника в правительстве Москвы есть еще и чин. И у них там своя градация, есть должность. То есть, себе можно обращаться, как статский советник. Она очень смешно звучит. То есть, она реально вот какая-то такая. Ну, то есть, ты можешь быть советником, можешь быть консультантом, специалистом. А, я понял. Ну, хорошо. А еще плюс вот это все. Наверное, я думаю, что это в трудовой книжке записано. Не уверен. Просто, знаешь, за это тебе доплативают 2 тысячи, здесь у тебя премия 3 тысячи. Она все складывается, окей. Но, конечно, никто по-хорошему не живет на госслужбе за зарплату. Тут надо быть реалистами. Я не знаю, как сейчас. Но тогда, очевидно, что не так все это работало. Но мне не предлагали. Твои дети будут блогерами? Они уже это видят? Они уже снимались, кстати. У меня и сын снимался, и дочка снималась. И они, конечно, тоже за всем следят. Сын у меня смотрит, там, Влада А4. Вот этот весь контент. Но позиция очень простая. Вот кем захотят, тем пускай и будут. То есть, здесь нет такого. Знаешь, что я вот воспитываю преемников ни в коем случае. Дочка у меня очень увлекается математикой, что мне совершенно непонятно. Я настолько гуманитарий, что не понимаю даже ее примером 5 класса. Это вот для нее вот тут картина такая? Нет, это моя почему. Твоя? Конечно. А тебе кто больше нравится? Бейля? Она Бейля? Кто? Это Рапунца? Блонди-блондинка? Ну, мне, наверное, я думаю, что по Белоснежке все мы в свое время угорали. Идеально. Она, видишь, единственное, что давно висит, она какими-то полосками пошла, видимо. То ли влажности, то ли что. Надо будет ее заменить. Твоя принцесса, твоя жена, потому что я когда читал много очень про тебя, когда тебя уволили с правительства Москвы, казалось бы, чиновник, стабильная зарплата, есть перспективы купить Каен, наверняка могли бы быть. Могли бы быть, да. Могли бы быть. И ты уходишь в видеоблогинг. Это сейчас еще, ну, так себе. А в 11 году, ну, совсем не серьезно. Кто эта святая женщина? Ну, я действительно большой человек в смысле того, что вообще это родилось и случилось. Она взяла на себя большую часть бэкграунда именно по воспитанию детей, по всем вот этим домашним вопросам. И это нельзя переоценить. То есть она действительно является очень активным участником, пусть и со стороны всего того, что происходит. А ее имя в секрете? Да нет, почему? Зовет Полина. Я, более того, ее постоянно показываю в Инстаграме. То есть ее можно увидеть, но она очень не публичный человек в смысле того, что она... Я не нашел, что ее зовут Полина. А, вот я понял. У всех в сайтах в интернете вилсаком и его жена. И у тебя в Инстаграме моя жена. Я понял. Нет, ну, может быть, я ее никогда не называл, не знаю. Но многие еще думают, что условная Наташа, с которой ведет новости, она также моя жена. То есть у меня тут вообще много жен, я такой очень заряженный чувак в этом плане. Нет. Жена как раз вот... А более того, я тебе скажу, она даже не жена. То есть мы официально не женаты. Поэтому я ее называю в Инстаграме женой, хотя женой она не является. Почему? Чтобы вы... Если развод, состояние, как у Потанина или в чем причина? Нет, мы просто в свое время не было денег, и мы не женились, потому что это должно было быть красиво. А когда нет денег, красиво бы не вышло. А я, поскольку имею опыт, на свадьбах видел, как это бывает, и очень не хотелось что-то подобного. Поэтому тогда не было денег, и хотелось подождать, а сейчас уже вроде как и нет смысла. Ну как нет смысла? То есть не планируешь пока? Нет, ну почему? Я очень просто сказал. Я думаю, мы спровоцируем этим видео. Нет, нет, я говорю, слушай, я пожалуйста, я говорю, пожалуйста, делай. Она говорит, ну давай сделаем. Садится, считает, сколько будет стоить, такая, и на хрена столько денег тратить на это все. Ну а по паспорту вы как? Никак. То есть... Нет, ну то есть я не женат. Я свободен, видишь, кольца нет, все. Она участвует в Вилсаком проекте каким-то образом? Она критикует, она вообще не смотрит канал, она говорит, что ты делаешь какую-то чушь. Все 10 лет? Да, она меня постоянно, значит, троллит. Она говорит, если бы это не приносило денег, я бы вообще тебя, типа, бросила давным-давно, потому что это какая-то чушь, что ты делаешь вообще, займись чем-то полезным. А Дудя смотрит? Полезно, Дудя смотрит, смотрит там Собчак, я не знаю, там все вот это, а ты, говорит, ну какой-то хрень делаешь. Она вообще не интересуется технологиями, вообще все параллельно. Я, знаешь, каждый раз настраиваю телефон, отдаю, она такая, окей, все, работает. Какой у тебя был стартовый капитал для создания Вилсаком? Никакого, кроме вот, наверное, камеры первой вот моей, то есть зеркальной, которой я очень хореново писал видео. Первые деньги я брал кредиты. Айфон в кредит ты первый взял, чтобы снять обзор? Айфон я взял не в кредит, я его бартером заменял как раз на объектив. Как сейчас помню, это был объектив 85, 1.4, очень классный. Carl Zeiss тоже для Sony. Он стоил, наверное, 1035 в те времена, и ровно столько стоил айфон 4s. Я просто их махнул. У меня был офигенный ИЖ, чего-то там, боюсь соврать, пневматический Калашников. Как АК-74, только пневматический. Классная штука, кстати, очень прикольная. С какими целями он у тебя был? Я люблю, тоже на самом деле, у меня много было всяких пневматических стволов, страйкбол. Не то, чтобы я сильно активно участвовал, но в какой-то момент это вот меня привлекало. Пейнтбол, страйкбол, пострелять, поехать на полигон, СВД, пулемет, Максим. Отжимал айфоны для обзоров. Да, то есть я в какой-то момент просто всем этим увлекался. Ну и вообще, знаешь, когда у тебя есть вот эта вот замечательная штука. А, Юнкер, вспомнил, как он называется? Юнкер 3, по-моему, или 2. Он был еще сапнутым газобалонным блоком. То есть он стрелял просто как не в себя. Ну, то есть убить не убьет, но перешибет нормально. То есть он стрелял стальными шариками, но делал это уверенно. То есть это такая мощная штука. Я его продал, чтобы получить какие-то первые деньги для, в том числе, канала. И это была встреча, знаешь, на парковке в Меги Химке. Я приезжаю, открываю багажник, там лежит... А он со стороны, ну, чисто калаш вообще. То есть ты проработал в правительстве, продал оружие на парковке и начал... Продал оружие и поднял деньги для канала. И стал для видеоблога. В принципе, так, да. Ты можешь вспомнить, сколько, ну, прикинуть даже, не вспомнить, сколько вы сделали рекламных интеграций за эти 10 лет? Но это больше тысячи? Больше тысячи точно, потому что две с лишним тысячи роликов. И, конечно, это тысячи интеграций, рекламы и всякого разного. И я хочу, на самом деле, знаешь, сделать какой-нибудь раздел на сайте, где просто вот бренды перечислить, с которыми мы работали, сидеть вечерами, смотреть на эту, значит, матрицу и медитировать. Но это много. Сколько это денег? Я даже не могу себе представить. Ну, не очень много денег, потому что, на самом деле, по-разному. Я помню, когда реклама на канале стоила 5 тысяч рублей. То есть ко мне реально приходили, вот рекламный видос 5 тысяч рублей. Пожалуйста, полетели. А потом это стоило 20 тысяч рублей какое-то время. То есть это нельзя сказать, что, знаешь, вот оно всегда было, миллионы полетели, ура. С развитием канала, с ростом дохода появляется и дополнительный расход. Когда я был один, мне и 5 тысяч было огонь. Но когда 10 человек, когда студия, ну, тут аренда, там проект, тут деньги, там все, 50-е. Я вот сейчас, мы делаем кибертрак в Воронеже. Я смотрел тут сюжет Вести Воронеж. И они такие, воронежцы делают кибертрак для миллионера из Москвы. Это что? Это было смешно. Ну, то есть, все это, конечно, стоит денег. Действительно, это нужно вкладываться и так далее. И не всегда что-то взлетает. То есть многие какие-то проекты, которые мы пытаемся запустить, они не заходят аудитории, какие-то вообще не выходят. То есть многие, на самом деле, мы, к счастью, наверное, даже не выпускаем. Ну, как любой продакшен, мы что-то попробовали, сами посидели, посмотрели, какая это стыдная для меня. Ну, что, поехали дальше. Первый клиент, Apple Jesus, насколько я помню. Как ты его нашел? Это трогательно всегда история с первым клиентом. Да, мы с ним очень долго общались. Он хотел купить долю в канале сразу. И, наверное, одно из моих волевых решений, что я не продал. Причем предлагал он тогда, знаешь, ну, представь, что у тебя доход в среднем в месяц, ну, допустим, окей, из канала, там, 15-20 тысяч рублей. Ну, 30. И тут ты приходишь на совещание в чайхану какую-нибудь условную. И тебе человек говорит, давай я куплю половину канала, и я тебе прямо сейчас кладу миллион. И соблазн велик. И единственное, что я уже тогда, наверное, в каком-то виде понимал, что потенциал выше, и продавая долю за миллион, я, наверное, ну, потеряю больше. То есть она мне не даст какого-то буста. Деньги я потрачу, космосу. Поэтому я отказался, и он покупал просто рекламу какое-то время. Это было очень крутое подспорье. То есть он достаточно сильно помогал. Я ему тоже сильно помог, потому что, насколько я знаю, сейчас он активно рекламу не покупает. И то, что мы разогнали тогда, настолько была велика скорость и турбулентность, что он до сих пор позволяет ему с наработанной базой, да. То есть у него есть конкретно клиенты, которые пятый-десятый iPhone покупают уже там несколько раз. И вот они, соответственно, к нему возвращаются. Ну, им комфортно с ним работать, окей. А ему комфортно в каком-то объеме, видимо, это все продавать. И дальше особо смысла расти нет. Ну, опять же, рынок, он достаточно компактный. То есть это может показаться, что серый рынок, допустим, телефонов, он большой. На самом деле, не очень. Кто для тебя Стив Джобс? Ну, это одиозный персонаж весьма. И, конечно, его биография заслуживает внимания, изучения. То есть из его книги, которую Айзекс написал, она очень такая поучительная. Из него можно много чего взять. Я не согласен с тезисом, что он сам ничего не создал и просто, знаешь, приложил деньги, украл и взял. И главный Стив Возник, а он просто, на самом деле, быть крутым предпринимателем и вот этим бизионером, чувствовать такт и понимать, когда, где, что нужно сделать, это так же круто, как и быть классным инженером. То есть они нашли друг друга. Это вот тот тандем, который в итоге вылился в то, что мы имеем. То есть это однозначно фигура, очень значимая для всей отрасли технологий, компьютеров. Это человек, который дал нам очень много. Очень жалко, что он так рано ушел, на самом деле. Во многом он умер же из-за своего бестолкового характера. То есть он такой, рак, я не буду лечиться, я буду жрать сырую морковку, фига, она меня вылечит. Ел пять лет морковку, такой, что ты не вылечила. Пойду, сделаю операцию. Он говорит, ты что, дядь, пять лет назад все было ок. А еще метастазы вообще в круг, везде. Ну, короче, загубился сам. Но он, видимо, так жил, так вот ощущал. Я думаю, что не просто так это все было. Но если бы он сейчас оставался с нами, конечно, было бы другая эппа однозначно. То есть Тим Кук тоже мощный руководитель, классный гендир, много чего делает, но это совсем другая эппа. Совсем другие продукты, совсем вообще все другие. Более сухая? Ну, в каком-то смысле. Его называют бухгалтером. То есть люди, которые Тима Кука как бы пытаются унизить в смысле его достижения, говорят, что он просто тупо считает деньги. Слушай, но на самом деле, когда Джобс ушел, Эппл была компанией значимой, но это был не тот бизнес, который есть сейчас. И во многом даже тогда заслуги Джобса – это деятельность Кука, который был операционным директором и строил все процессы. То есть можно сколько угодно быть классным и, я не знаю, делать вещи и так далее, но если у тебя ни хрена ничего это не строится, не работает, то ты не улетишь. Как, собственно, с контентом. Мне говорят, а что ты там делай бесплатно, классно. Я говорю, ребята, альтруизм – это здорово, но это очень быстро заканчивается. Вы можете быть сколько угодно креативными, мега-классными, но если вы не зарабатываете, завтра к вам будет нечего жрать, вся ваша вот эта творческая история закончится. И наоборот, если вы полностью подвержены желанию заработать деньги, тоже ничего хорошего не выйдет. Пытайтесь найти какой-то баланс. Поэтому Кук, он, конечно, действительно другого типа и темперамента и так далее, но это тоже большое-большое событие. Пока, по крайней мере, есть в компании люди, которые работали с Джобсом и во многом при нем участвовали в процессах, я думаю, что у Эппл все окей. С Роскосмосом ты сотрудничаешь? Да. Что ты думаешь об этой организации в целом? Сейчас я знаю, что у тебя дедушка был связан с этим. Детство ты провел на заводе Хручево. Да, практически, да. Тусовался на МКС. МКС-то еще не было, была станция МИР. Да нет, ты знаешь, Роскосмос, ну, его принято сейчас хаять по делу. То есть там коррупционные скандалы, какие-то эти вещи. Все, что плохо, плохо. Но мне кажется, Роскосмос, это как и любая другая отрасль в нашей стране, очень сильно пострадала вот этот перестроечно-застойный период, когда все нахрен развалилось. И просто, ну, если какие-то вещи нужно было поднимать вопреки, там, типа, армия, ну, по-любому нужна быть способная, то Космос вроде как бы работал, и в него, конечно, деньги не вкладывали. А как хошь-не хошь, какие бы гениальные конструкторы, что бы ни придумывали, прогресс не стоит на месте, все развивается. Поэтому мы сейчас находимся вот в таком состоянии, когда на старых заслугах еще прям очень активно вперед, но уже нужны новые. А чтобы были новые, нужны деньги, нужно все. Но я не сторонник хаять все русское. То есть, знаешь, многие есть такие вот прям, которые все наше говно, все там вот, вот у них там Маск, красавец. Не, у нас тоже очень крутые проекты делают, и я надеюсь, что мы сможем тоже составить конкуренцию. Когда Маск сказал, что он делает свой трак, ты заявил, что у нас будет ответочка, наш трак Вилсакома в Воронеже. Весь следующий год мы будем строить кибертрак. Вы скажете, что-то ты вообще с ума сошел? Расскажи про этот проект. Он неплохо стрельнул, он, кстати, реально привлек интерес тогда. Мы первыми заявили, я прям четко понял, что будут строить сейчас все, и у нас даже была задача заявить первыми, типа, кто первый стал, того и так. Но, конечно, сейчас уже сделали многие, мы до сих пор пилим. Есть ребята, реально гараж, они делают очень крутые баги, у нас будет ролик скоро про них, и они сказали, что смогут. Я говорю, можете, давайте. И вот мы, соответственно, им помогаем материально, они все это пилят, рулят и так далее. Я хочу построить самую точную копию кибертрака. То есть все, что сейчас делалось, это стыдно, реально. Это какие-то прям, прям, знаешь, собрано из чего было, на базе УАЗика, какого-нибудь, то есть это круто, и ребята, которые это делают, Гараж 54, сибирские чуваки, они все очень молодцы, но они быстро слепили и пошли дальше. У меня немножко другая позиция, я сразу заявлял, что мы быстро не сделаем, это будет долго, но типа, плюс-минус качественно. Не знаю, что у этого получится, но то, что ребята сейчас делают, то, что я вижу, они, например, говорят, что наши стыки лучше, чем у Маска. Вот так вот, у нас их нет, а у него есть, и типа, наш кибертрак более кибертрак, чем его кибертраку. А зачем тебе это надо? Контент. Просто ради контента. Ну, потом взорвем его, не знаю, очень. Видишь, замечательный экран, 120 дюймов, горжусь, лазерный проектор, беспроводной звук, как в лучших домах, все вот эти колоночки, туда-сюда. Планирую снять ролик про это. Вообще, это, в принципе, такая комната отдыха, она же стримерская, она же комната свободного назначения, в которой всякое разное происходит. Здесь много всяких неочевидных вещей, вот, например, кресло с рулем, пожалуйста, можно ездить. У тебя тут Дональд Трамп? Да, доллары с Дональдом Трампом, пожалуйста. Я хотел спросить, вот, техника, про которую вы делаете обзоры, она, ну, вообще почти вся иностранная, да, и она выросла в цене из-за курса рубля. Население у нас не богатей, скажем так. На вас это как-то сказывается, то, что вы вот дразните такими дорогими игрушками. Народ иногда не понимает, что надо отделять одно от другого. Они реально считают, что показывают дорогие продукты, мы как бы их, ну, не то чтобы унижаем, но заставляем их ощущать себя некомфортно. То есть люди пишут, зачем ты мне показываешь компьютер за 500 тысяч рублей, это моя зарплата даже не за год, а типа там вообще. я объясняю, что, ну, так устроен наш контент, мы показываем что-то новое, интересное, классное, я же не говорю, что если у тебя нет этого компьютера, значит, что-то у тебя в жизни не так. Я говорю, что такое существует, и тем-то он хорош, а тем-то он не очень. Поэтому мы стараемся все-таки это разводить. И на самом деле были такие моменты, наверное, на пике, когда, признаешь, что еще интересно получилось, когда стал падать курс доллара, рубля к доллару, канал начал расти. И ровно когда люди стали зарабатывать меньше, покупательская способность упала, цены выросли, у нас поперло вверх. И, конечно, на вот этих перекрестках получилось, что люди немножко... Думаешь, какая-то взаимосвязь есть в этом? Да нет, взаимосвязь не просто так совпала в точке времени, да. И люди вначале рефлексировали и писали, что типа вот, и такой нехороший. Но мы все-таки реалисты, поэтому у нас разный контент. У нас есть и обзор какого-нибудь ми-бенда, дешевого, но хорошего. Есть обзор там смартфона какого-нибудь доступного. Алиэкспресс у вас классный обзор. Алиэкспресс, вот это все. То есть, ну, мы не отрываемся от народа, в смысле того, что я понимаю, что не каждый может себе позволить айфон там самый топовый. И не надо этого делать. Я и говорю, что сегодня на самом деле мир технологий настолько интересен и многогранен, что не нужно покупать самое дорогое и классное, чтобы получить доступ к возможностям. А ты не боишься, что YouTube закроют? Или там государство еще больше влезет в контроль над интернетом? Я тебе могу сказать, что у нас очень любят страдания. Это очевидно. У нас... У нас есть... Чем больше ты страдаешь, тем лучше. Соответственно, скандалы, страдания, сегодня тебя избили. Вот я все надеюсь... Андрей Малахов, это ролевая модель вообще. Да. Я надеюсь, что меня когда-то забьют на улице, я стану мега популярным. Понимаешь? Поэтому, если YouTube закроют, то я вместе со всеми страдальцами-блогерами буду ныть. И, по идее, это должно привлекать больше интерес. Поэтому, да нет. То есть, вот, закроют YouTube, ну, что-то другое откроется. Плюс, мы, видишь, сейчас подготовились. У нас есть сайт, у нас есть приложение. То есть, грубо говоря, связь с аудиторией мы в моменте не потеряем. Да, это будет неудобно, но у нас есть запасные аэродромы. Запасные аэродромы должны быть. Но, в целом, да, вот эти, знаешь, вот что-то YouTube, иди работать на завод. Ну, и пойду я, как бы, ничего, и там поработать могу, и там. Навыки, которые я приобрел, они достаточно обширны. Могу и свадьбу снимать. Опять же, вернуться практически к истокам. В этом плане нет какого-то опасения и вот ощущения, что ой-ой-ой. Но я мыслю, что если закроют YouTube, то это прямо уже даже не звоночек. Это должно что-то в стране происходить уже выходящее за рамки, чтобы закрывался YouTube. Я думаю, что там будет не до YouTube вообще. То есть, это когда вообще какой-то будет переворот, поворот, еще что-то. Есть история в интернете, что ты помогал то ли продюсировать, то ли выстраивать композицию, то ли делать первые выпуски. Я так и не разобрался. Алексею Навальному. Да, да. Что это? Что ты делал? Я помогал, ну как, я не то чтобы продюсировал, я поделился опытом. Навальный со мной связался, я с ним пообщался, приехал к ним в БК, показал, посмотрел. Они, знаешь как, они, он же всегда писал в, сначала в живом журнале, потом уже там на своем сайте, в блоге, текстовые, такие мощные посты. Потом они в какой-то момент сделали фильм, по-моему, про то ли Чайку, то ли что-то вот в этом, первый, один из первых фильмов, и увидели колоссальное внимание, рост и поняли, что конечно в современном мире посты уже никто не читает, видеоформат более понятный, приятный и так далее, у него лучший эффект. А как это делать, непонятно. То есть снять фильм, условно спродюсировать, вложить деньги, да, а вот на постоянной основе, как это рулить, непонятно. Я как раз туда приехал, говорю, ну что, надо белый стол, серый фон, как я делаю, полетели. То есть моя мысль была очень простая, я говорю, она на самом деле не конкретно к Навальному, а ко всем. Если ты хочешь что-то делать, сделай так, на постоянной основе, сделай так, чтобы тебе это было комфортно, просто и без напряга. Потому что ты можешь преодолеть себя раз, два, на пятый ты плюнешь, скажешь, нахрен надо. То есть это должно быть просто. Ты хочешь донести мысль, сделай так, чтобы вот вся эта атрибутика вокруг тебя не сильно парила. Например, он читает суфлера, потому что заучить текст сложно. И опять же встал вопрос, он говорит, а как? Вставишь суфлер и полетел, при том, выкинул всю воду, ты составил какое-то понятное обращение и полетели. Я фигачиваю всегда живьем. То есть я пытался с суфлера, не могу вообще. Ну тоже трудно, да. Это очень тяжело. Это реально нужно обладать, кстати, тоже навыком. Вот реально хорошо читать с интонацией. И плюс моя сила, наверное, в том, что я могу как-то вот так вот залить воды, хоп-хоп-хоп, тыч-пыч. Конечно, если я делал с суфлером, это было бы куда более насыщенно, органично. То есть это смотрелось бы лучше. Я уверен, что суфлером как раз в современном мире позволяете избавиться от всего лишнего. Народ, всем привет. Пятый тур Кубка Фиферов. Панели пропал. У меня нет права на ошибку. Это уже матчи-плей-офф. Для того, чтобы матч получился огненным, я собрал в СБЧ дембеле. Красавчика. На ЦАПе, но он у меня пойдет на правый фланг в атаку. Посмотрим, что он из себя представляет. Фейстайм выключен, геймпады в хозяйстве, нормально, все с ними окей. И мы готовы начинать. Поехали. Какие у тебя планы на ближайшие пять лет в Велсаком Медиа? Будешь ли ты до самой старости делать обзоры? Ну, изначально вся история с Медиа, она и затевалась вокруг того, что нельзя быть всю жизнь блогером, каким бы то там хорошим, плохим не был. Хотя современный, как сказать, Ютуб, он во многом средний возраст, скажем так, известных людей повысился. Но здесь как бы Ютуб разных состояний. Есть Ютуб детский, прям откровенно детский. Самый популярный блогер в России это LikeNasty канал. Миллиарды, миллиардов просмотров. То есть, все мы на фоне того, что там происходит у них. Прям детский сад в обратную сторону. Есть детский Ютуб постарше. Это, допустим, Влад А4, это Челлендж. Парень из Минска на Ламборгини. Да, который тоже выпускает челлендж «Кто последний выберется из гроба? Часть 2» и собирает миллион. Да, есть средняя прослойка, это всякие там еще люди, постарше. И вот, понимаешь, в какой-то момент пришел Дудь, пришел Пивоваров с редакцией, пришел Парфенов с Намеднями, тыр-тыр-тыр. И все эти проекты стали стрелять. То есть, грубо говоря, Парфенов очень немолодой. Вернулся на Ютуб и открыл для себя в каком-то смысле заново профессию. И сейчас очень неплохо себя чувствует. Поэтому ничего зазорного быть в 50 лет блогером нет. Ну, я так понимаю, сейчас. Но, тем не менее, все равно заниматься одним и тем же достаточно долго сложно и не очень, наверное, мотивирует, как я и говорил. То есть, сложно искать ресурсы, перешагивать себя, делать еще что-то. То есть, понимаешь, какая-то штука. Я, например, снимаю на черной стене белый стол, очень простой продакшн, но прям не очень сложный. И тоже меня часто критикуют, типа, а что ты не делаешь там, вот чтобы вообще вот так? А, во-первых, это не очень надо. Во-вторых, вот так мы тоже иногда делаем и можем. У нас есть классные кейсы, которые пока... И так, я больше всего скажу, в России так, наверное, никто не делал никогда. Ни по темам, ни по съемкам, ничего. Но это просто не востребовано. Ты как бы делаешь сложный продукт, и он не собирает того мега-оверхайпа, который должен быть. Возможно, я что-то пока еще не понимаю, не знаю. Но медиапроект, он интересен именно с продюсерской точки зрения, с развития, с создания. Отсюда появляются новые люди на канале. Отсюда я уже не один ведущий. У нас есть там условная команда. Я думаю, что мы в эту сторону продолжим развиваться. YouTube до сих пор остается основным мотором и источником ресурса. Но при этом я стараюсь все-таки идти в сторону. То есть, это какое-то развитие собственных брендов в стороне. Куда-то там инвестиции, куда-то там вложился здесь сам совладелец, поперл отчет. Что еще тут посмотреть? Что ты советуешь? Мне все вылезет какой-то туалет. Туалет, пойдем. Это базовый туалет. Ой, смотри, на туалетной книге. Олег Тиньков, я такой, как все. Да. Я там. Из журнала Forbes с Хабибом. Да. Ну, я же там есть. Это подготовка. А, это все. Это, который я. Я там готов. Все. А книгу Тиньков подарил? Да. Он ее, по-моему, написал, да. А вот предпринимателю от предпринимателя Олег Тиньков. Как круто, а? Ты переживаешь его в ситуации? Да, да. На самом деле, очень его жалко. Ну, я говорю, он одиозный. Он очень своеобразный. Но это, в любом случае, мощный человек, предприниматель. То, что с ним сейчас происходит. Здоровье, силы. Чтобы у него все было хорошо. Олегу здоровья, да. Это прям очень важно. Но здесь не доделано книжно же. Надо дофинализировать. Ну, тут тар-тар-тар. Выставка народного достижения. Опять же, подарки от подписчиков. Везде подарки от подписчиков. Да, да, да. Очень много, на самом деле, всяких вот этих штук. Но главный наш умный туалет, которым можно гордиться, он находится здесь. Это самый умный туалет в России. Я его так называю. Потому что у нас, во-первых, умный туалет, как в лучших домах Японии. Обязательно. Он разговаривает? Он не разговаривает, но у него есть массаж. И ничего, а массаж? У него есть массаж. И когда у туалета есть массаж, значит, все хорошо. Ну, подогрев. После какой презентации я его пользуюсь? Я, честно говоря, не пробовал, и мне страшно. И кухонка наша, опять же, для жизни. Но, видишь, оно все как-то вот так. То есть, кухня здесь, светильник стоит. Я не знаю, зачем он сейчас здесь стоит, он как-то унесли. Но штативы, все эти вещи, они тоже здесь присутствуют. Здесь атмосфера не офиса совсем. Атмосфера дома. так и было задумано, чтобы это выглядело как все-таки пространство, в котором ты очень комфортно можешь провести время. Иначе, ну, я имел опыт работы вот как раз и на госслужбе, и просто. И хочу тебе сказать, что, ну, хреново, когда это офис-офис, open space. Все равно это, блин, стресс, все равно это, ну, все переживают. А здесь не расхолаживаются? Есть момент, да. То есть, не всегда мы можем собраться, но у нас как бы все-таки есть у каждого цель, в смысле, рабочий его процесс. Зона ответственности. Зона ответственности, да. И все как-то умудряются держать ритм. То есть, нет такого, что, знаешь, прям пришли и угорели. То есть, я показал тебе кинотеатр, я не смотрел там ни разу ничего. То есть, я его построил для прикола, мы снимем с ним ролик, но, к сожалению, у меня нет времени сесть, посмотреть фильм, там, затупить, полежать, посмотреть что-то. То есть, я постоянно в каком-то, вот цель-ноте бегом. Вы тут пьете? Тут... Новый год празднуете? Да. Вино, виски, видишь, водка. Водка вообще идеальная, смотри, как классная. Подарок. Ну, все. Что-то такое, пацанский холодильник, я бы сказал. Пацанский, да. То есть, там что-то, вот видишь, запас стратегический. А, пиво мы, кстати... Видно, для ночей монтажа просто. Да, мы работали с Крушовицей, и они нам в этом году прислали подарок. Причем, это, по-моему, безалкогольный пиво, если ничего не путаю. Да, наверное. Они такие, ребята, чтобы вам было веселей, пей на здоровье. Алкоголь обязательно есть, но, не, обычно... А это вот ты с детьми, да? Да. Брал взятки, особо опасен. Особо плохая девочка. Мне кажется, идеальны вообще. Несмотря на то, что мы сделали две с лишним тысячи роликов, несмотря на то, что я уже 10 лет на Ютубе, ощущение, что, ну, мы даже не начали. То есть, еще столько всего можно придумать сделать. Все впереди, да. Ютуб меняется. Чем приятен Ютуб, здесь нет, знаешь, как вот эстрада раньше. У тебя есть три шлягера, и ты можешь с ними катать по России. Здесь сегодня ты топовый блогер, завтра про тебя все забыли. Сегодня ты на волне, завтра, не знаю, одно неловкое движение, тебя ненавидит весь интернет. Сегодня ты классный, завтра не классный. Сегодня ты в тренде, завтра тебе забыли. Ну, вот это постоянно. То есть, для того, что... Гораздо быстрее, чем на телевизоре. там ты, знаешь, там ты вот на какую-то высоту прыгаешь, и как бы дальше ты... Валерий Леонтьев, понимаешь? Когда он последний раз вообще... А его все знают, любят, и значит, что у него там песни, вот это вертолеты, самолеты, ковер, что он там поет, не помню. Я сейчас пытался вспомнить... Дельтаплан. Дельтаплан. да, ты знаешь. Вот. То есть, есть у него Дельтаплан, и все, он на нем летает уже 40 лет, или сколько там. А на Ютубе, к счастью, и к сожалению, этого нет. Ты должен постоянно бежать впереди паровоза, и всегда ощущение, что вот сейчас он тебя настигнет, и переедет. И чтобы даже стоять на месте с точки зрения цифр на Ютубе, ты должен постоянно перейти, как танк, вот вперед, бежать и так далее. И это мотивирует тебя все время. Стукнет тебе в голову стать не таким дружелюбным Вилси, а топ-менеджером в костюме. Например? Все развалится? Здесь? Да. Я думаю, да. Я думаю, да. Здесь много держится на мне, и когда я чуть-чуть, знаешь, там, ну, уехал отдыхать, еще что-то, конечно, процессы замедляются. Возможно, их можно перенаправить, перенастроить так, чтобы это все-таки происходило более органично, но все-таки это проект, который вокруг меня в любом случае. И я об этом постоянно говорю. Несмотря на то, что мы развиваемся, есть всякие проекты в сторону, есть ребята, которые новые появляются на канале, все равно это отражение моего мировоззрения. Царь уйдет, страна развалится, но будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте на каналы, подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, колокольчики, комментарии. Пишите, я почитаю с удовольствием, как вы меня будете любить. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,